Сегодня мы продолжим, как правильно пить матэ. Но что интересно, что матэ это тот напиток, с которого нужно начинать свой день. Если вы не можете открыть глаза, если вы вчера очень сильно устали, если вы не выспались, не поленитесь. Заварите себе напиток матэ. Можно даже очень-очень просто. Можно не в колобасе, а можно заваривать напиток и в чайнике. Но это уже зеленый матэ, тот собранный методом индейцев гуарани. Только листочки. Раньше все делалось на огне, соответственно. Сейчас мы, конечно, используем чайники такие. И вот этот ритуал чадо мата, он отличается тем, что его можно разливать по керамическим сосудам, предметам, нежели чем заварить таких колобасов. В заварении мата используется зеленый сорт мата. Он очень сильно отличается от всех остальных сортов. Он более нежно воздействует на организм человека. Он не столь насыщен. И его можно пробовать пить детям чуть-чуть, начиная с 3-4 лет. Зеленый матэ. Зеленый матэ отличается по степени своей обработки. И он очень-очень нежный. Соответственно, зеленые маты буют больше в Бразилии. И этот продукт сегодня присутствует на территории России повсеместно. Но еще раз вернусь к тому, что чем выше качество сырья, тем меньше его надо. Матэ с утра. Что такое матэ с утра? Прекрасная рецептура матэ с утра с молоком, прекрасная рецептура матэ с соком. И все это тонизирующий напиток. Этот напиток содержит витамин Е, природный витамин Е. А если вы помните, что витамин Е – это сексуальный регулятор. Женщина, который пьет постоянно матэ, излучает определенную энергию. А поскольку, если вы помните, что витамин Е – это тот витамин, который активно действует на наше зрение, человек, выпивший достаточно большую дозу матэ, сразу может почувствовать небольшую концентрацию зрения, то есть раздвигание шторок. И человек видит малейшие детали, которые раньше он не видел. По всей Южной Америке можно встретить этот напиток, когда водители пьют, компьютерщики пьют, для того, чтобы зрение не только не садилось, а наоборот концентрировалось на дорогах. Он очень полезен подрастающему поколению. Вернемся к тому, что матэин не откладывается в организме. Он очень тонко действует. Матэ действует на эпифиз. А эпифиз – это та часть головного мозга, которая отвечает за выработку мелатонина. Мелатонин – это гормон нашего сна. Мелатонин – это наш сексуальный гормон. Что интересно, что матэ действует на быстрый сон организма. И человек, который выпил матэ, может быстро выспаться. Если вы помните, что сновидение делится на две части – быстрый сон организма и медленный сон организма. Быстрый сон организма – когда человек, головной мозг человека, не отдыхает, а видит сновидение. Матэ просто схлопывает эту ситуацию, и человек быстрее высыпается. С утра он становится бодрым, здоровым, хорошим расположением духа. Чем еще отличается матэ? Он выводит накопившиеся токсины из нашего организма. Очень хорошо действует на желудочно-кишечный тракт. Он обволакивает стенки гладкой мускулатуры кишечника и, соответственно, выталкивает абсолютно все, что чуждо нашему организму. Его хорошо использовать в различных системах для похудения, его хорошо использовать, чтобы чистить свой организм и, прежде всего, нормализовать свое состояние, чтобы быть в тонусе целый день, в хорошем настроении. Если вернемся к психическому состоянию, матэ нормализует психическое состояние. Каким образом? Он действует на гипоталамус. Гипоталамус – это центр релаксации и возбуждения в нашем головном мозгу. Если человек в норме, то ему хорошо работать, ему хорошо общаться с друзьями, ему интересно жить. Если мы вспомним, что в самом лучшем китайском чае 144 минерала и витаминов, то в матэ 196. На земле сегодня не существует такого растения, кроме маты, который так бы максимально дал человеку запас витаминов. Так что давайте пользоваться тем продуктом, который бог Веракоча дал людям 9 тысяч лет назад, чтобы восполнять.